Доброго времени суток! В правом углу вашего экрана сейчас вы видите ссылку на первое видео из нового плейлиста по трансформации себя. И в продолжение к прошлому видео, где мы с вами выписали все, чего достигли за время всей прожитой жизни и все, что потеряли в течение прожитой жизни. Теперь же мы в этом видео готовы поработать с настоящим, еще глубже. Глава первая. Начертите себе судьбу. Однажды на конференции, посвященной тому, как уменьшить бедность на планете, один из участников заявил, «Почему мы пытаемся решить эти проблемы? Разве это не Божья воля?» И тогда один из приглашенных мудрецов ответил ему, «Да, если голодает или умирает чужой вам человек, это, конечно, Божья воля. Но когда пуст ваш собственный желудок, а от голода умирает ваш собственный ребенок, вы, вероятно, будете искать выход сами, верно?» Всякий раз, когда несчастье происходит с другими людьми, мы объясняем это одним простым словом – это судьба. Какое удобное слово, не находите? Понятие «судьба» стало популярным «козлом отпущения», которое позволяет сдаться и не сопротивляться неудобным ситуациям. Но поворот вовнутрь – это первый шаг от пассивности к действию, от состояния жертвы до почетного положения хозяина собственной судьбы. Быть человеком означает уметь самостоятельно выстраивать ситуации в своей жизни так, как вы хотите. Сегодня большинство людей в мире являются жертвами ситуаций, в которых они находятся. Причина в том, что они находятся в реагировании на события и ситуации в своей жизни. Для них неизбежен вопрос – почему я попал в такое положение? Разве это не моя судьба? Судьбой мы называем все, за что не хотим брать ответственность, и что не вписывается в наше логическое объяснение. Это утешительное слово, но оно лишает сил. Чтобы самим формировать ситуации в своей жизни, в первую очередь вам нужно понять, кто вы. Поймите, что сейчас суть в том, что вы просто не знаете, кто вы. Вы не сумма накопленных вами титулов или дел, качеств. Все, что вы знаете, как я, есть просто накопление. Ваше тело – это просто накопление пищи. Ваш разум – это просто накопление впечатлений, собранных посредством пяти органов чувств. То, что вы приобретаете, может быть вашим, но оно никогда не может быть вами. Так кто же вы? Это вам предстоит выяснить на опыте. А пока же вы этого еще не осознаете. Сейчас вы пытаетесь жить тем, что вам принадлежит, а не тем, чем вы являетесь. И более того, вы даже на сто процентов не осознаете, что же вам принадлежит. Просто на протяжении многих лет вы приобретали те или иные тенденции в процессе прохождения различных опытов в вашей жизни. И вы находились в зависимости от жизненных впечатлений. Все это можно полностью преобразовать, используя внутреннюю работу. Если вы знаете природу жизни внутри себя, вы можете полностью управлять тем, как складывается эта жизнь. Но в широких рамках, установленных законами природы. Что я под этим подразумеваю? Давайте посмотрим на конкретный пример. Будучи бескрылыми существами, мы все же за последние сто лет научились летать. Для этого нам не пришлось нарушать законы природы. Напротив, мы летаем, потому что лучше их поняли. Техника, которую мы собираемся исследовать в наших последующих видео, представляет собой небольшую часть гораздо более глубокой науки, которая позволяет, освоив ее, взять свою жизнь в свои собственные руки. Глава 2. Вы пишете свою судьбу бессознательно. Если вы управляете своим физическим телом, то 20% жизни уже под вашим контролем. Если же вы управляете своим разумом, то уже 60% жизни под вашим контролем. А если освоите свои жизненные энергии, то все 100% жизни будут под вашим контролем. Но хотите вы того или нет, уже сейчас вы принимаете то или иное решение, тот или иной контроль своей жизни. Но просто делать это неосознанно. Но разумеется, все, что вы делаете неосознанно, можно делать осознанно. И тогда это действие будет в 100 раз сильнее. Неприятности происходят с вами в виде гнева, страха, беспокойства и стресса. Потому что ваши основные инструменты — тело и ум, и жизненные энергии — действуют сами по себе. Если разум и тело существуют только для того, чтобы правильно служить жизни внутри вас, почему же сейчас ваша жизнь порабощена телом и разумом? Разве это не полное искажение того, как все должно происходить? Но сразу оговорюсь, если вы возьмете судьбу в свои руки, это не значит, что все пойдет с этой минуты по-вашему. Потому что внешний мир, внешние явления, на них воздействует огромное количество разнообразных факторов. И только своим лишь мнением, своим желанием их изменить невозможно. Но если вы настаиваете, чтобы мир плясал под вашу дудку, то это просто путь тирании, завоеваний, диктатуры. Поймите, что если с вами до сих пор происходит депрессия, гнев, страх, боль, это значит просто то, что пора заглянуть в свой внутренний мир и навести там порядок. Для достижения благополучия единственное, что нужно исправить — это вас. Когда вы больны, лекарство нужно вам. Когда вы голодны, питание нужно вам. Единственное, что следует изменить — это вы. Но на то, чтобы понять этот простой факт, у людей уходит целая жизнь. Создавать свою судьбу не означает контролировать каждую ситуацию в мире. Это просто означает так изменить себя, что какие бы ситуации в мире ни происходили, они просто не смогут вас раздавить. Вы будете как серферы на волнах, нестись над любой ситуацией. Процесс саморазвития заключается не в том, чтобы навязывать всему сущему свои идеи. Необходимо изменить себя так, чтобы творение, творец и каждый атом в этом мире уступили вам. Сейчас же, следуя своим симпатиям и антипатиям, вы можете чувствовать себя просто одинокими в этом огромном мире. Всегда опасным, нестабильным, полным разных экономических и психологических трудностей. Но как только мир уступит вам, он приведет вас в место благости, приятности, радости, где каждый камешек, дерево, атом говорят на понятном для вас языке. Поймите, что в каждый момент времени вокруг происходит огромное бесчетное количество разных чудес. Цветут цветы, поют птицы, жужжат пчелы, падает капля дождя или снежинка кружится в ясном вечернем воздухе. Волшебство повсюду. Когда вы умеете жить, жизнь — ничто иное, как ежедневное чудо. Кем бы вы ни были, жизнь работает против вас, если вы поступаете неправильно. Возможно, вы считаете себя хорошим человеком, но если вы не поливаете свой сад, будет ли он свисти? Если желаете приятных результатов, вы должны совершать правильные действия. Наши понятия о добре и зле имеют гуманную природу и социальную обусловленность. Как нормы общественной жизни они хороши, но существование мира не принимает их во внимание. Мир не подчиняется суждениям, он относится одинаково ко всем нам. Как-то зимним утром один старик отправился на под ледную рыбалку. Было около десяти часов утра. Он просверлил во льду дырку, сел и поставил рядом с собой пиво. Рыбная ловля — это не только азарт, но и игра на терпение. И рыбак это знал. Он закинул удочку. Пивные банки пустили одна за другой, а корзина для рыбы не наполнялась. День уже клонился к закату. Пиво кончилось. И старик так ничего не поймал. Мимо проходил молодой парень с большим магнитофоном, из которого гремел хэви-метал. Он тоже просверлил лед неподалеку и сел. Он не выключал музыку. И старик презрительно подумал. Я сижу здесь с самого утра и ничего не поймал. А этот юнец явился под вечер, да еще со своей ужасной музыкой. И на что он только рассчитывает? Как же глупа юность. К его изумлению не прошло десяти минут, как парень вытащил на лед огромную форель. Старик воспринял это как досадную случайность. Но еще через десять минут юноша поймал еще одну форель. Теперь старый рыбак больше не мог усидеть спокойно. Смирив гордость, старик подошел к парню и произнес. Да как же так? Я сижу здесь целый день и моя корзина пуста. Ты только что пришел и у тебя уже такой улов. В чем секрет? Парень ответил. Старик приложил ладонь к уху и переспросил. Что? О- о- во- ву-у-у? Повторив парень уменьшил звук магнитофона. Я ни слова не понимаю пожаловался пожилой рыбак. Парень выплянул то что жевал и сказал что червей нужно держать теплее. Если Вы не будете делать правильные вещи, то с Вами не произойдут вот. Настало время проснуться и увидеть себя как еще экзистенциальное существо. Живое существо, а не психологический прецедент. Был еще случай. Однажды, между мужем и женой возник один спор, Кто из них сегодня должен запереть входную дверь? Это вопрос, конечно, не простой и не повод для смеха. Ведь в семейных отношениях бывают разные разногласия. Кто должен сегодня запереть дверь? Кто должен растопить камин? Выгулить собаку? Покормить рыбок? Вы не поверите, но эти темы иногда ведут к разводу. Обе спорящие стороны распалились. Жена решила. Обычно я не выдерживаю и уступаю первой. Но сегодня я не сдамся. Муж почувствовал точно такую же решимость и подумал. Она все время задевает меня. Сегодня я не поддамся давлению, что бы ни случилось. В общем, спорщики пошли на принцип. У каждой семьи есть своя схема решения таких конфликтов. В нашей паре считалось, что пойти и запереть дверь должен тот, кто первым шевельнется или скажет хоть слово. Они сидели в гробовом молчании. Минуты превращались в часы. Ужин был давно накрыт. Но если муж скажет, что хочет есть, закрыть дверь придется ему. А если жена предложит ему поесть, закрыть дверь придется ей. Пробило полночь. А они все еще сидели. Мимо по улице проходила компания жуликов. Они увидели, что дверь открыта, свет, тишина и никого нет. Решив посмотреть, что происходит, они вошли и заглянули в гостиную. Взяли пару ценностей из гостиной. Хозяева дома ничего не сказали. Жулики осмелили еще сильнее и сели за стол и поужинали. Пара сидела героически безмолвно. Мошенники были в шоке. Что здесь вообще происходит? Они расхрабрелись еще больше и один из них поцеловал жену. Пара опять не произнесла ни слова. Ведь иначе пришлось бы запереть дверь. Ставки были слишком высоки. Ни один из пара не мог рисковать. Теперь мошенники даже испугались. Они решили, что пора покинуть эту странную семейку. Но один из них захотел напоследок пошутить и сбрить усы мужа. Как только вор подошел с бритвой в руке, муж произнес. Ладно, будь оно все проклято. Я запру эту чертову дверь. Данные сценарии различны. История может выглядеть карикатурной и смешной. Но подумайте сами. Разве в вашей жизни не бывает ситуации, которые упираются в вопрос. Кто в ответе за все, что со мной происходит? Это, конечно же, большой вопрос. И нам нужно разобрать его более подробно. Глава третья. Кто несет ответственность за то, как вы себя сейчас чувствуете? Ваши гены, ваш отец, мать, жена, муж, учитель, начальник, теща, бог, правительство? Или все перечисленное вместе? Такой подход мы видим повсеместно. Просто спросите человека, как вы оказались в такой ситуации? И вы сразу услышите историю. Знаете, когда я был маленький, мои родители, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Прозвучит, в общем, та же старая типичная история, только с разными вариациями. Существует древняя наука, по всей видимости, о том, как создавать себе страдания. И большинство населения Земли в этой науке просто мастера. Людям даже не нужны никакие поощрения для этого. Они с полной готовностью готовы к страданиям. Такое ощущение, что вообще не найдется, по сути, ни одного человека, который не был бы мастером страданий. Если умение реагировать умно, компетентно, чувствительно, замещается компульсивностью, реактивностью или пассивностью, мы порабощены ситуацией. Это означает, что природа нашего жизненного опыта определяется обстоятельствами, а не нами самими. Качество нашей жизни определяется нашей способностью реагировать на разнообразные сложные ситуации, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Глава четвертая. Быть полностью ответственным, значит быть полностью сознательным. Своим телом вы считаете то, что собрали в процессе проглатывания пищи. Своим разумом считаете то, что собрали посредством пяти органов чувств. Но то, что находится за пределами всего этого, то, что вы не собирали, это и есть вы. И помните, что быть живым, это значит осознавать. Все люди в какой-то степени сознательны, но когда вы касаетесь измерения вне тела и вне ума, вы касаетесь того, что является самим источником сознания. Если вы отрицаете свою ответственность за настоящее и вините во всем родителей, друга, мужа, невесту или коллег, значит вы заранее отреклись от своего будущего. Физические и психологические измерения относятся к сфере полярности, боль, удовольствие, любовь, ненависть, мужское, женское и так далее. Если есть одно, то придет и другое. Это как маятник, который качается то в одну, то в другую сторону. Но когда вы переходите в фундаментальное измерение того, кем вы являетесь на самом деле, вы оказываетесь вне всех полярностей. И вот тогда вы раскрыли свою природу и вы взяли под контроль свою судьбу. И настало время вернуть ту преобразующую силу, которая скрыта в слове ответственность. Глава пятая. Ответственность. Это просто способность отвечать, отзываться. Давайте сразу договоримся, что мы подразумеваем под словом ответственность. Потому что для многих слово ответственность это очень непонятный термин. Его используют настолько широко и без разбора, что он просто потерял большую часть своей внутренней силы. Сразу поймите, что ответственность это не означает взять все бремя мира на себя. Не означает взять всю вину за то, что вы сделали или не сделали. Не означает жить с постоянным сознанием вины. Просто если вы решите, что я не несу ответственности, у вас просто не будет возможности ответить. И вот как это просто и все. Все, что вам нужно, это осознать, что вы несете ответственность за все, чем являетесь и чем не являетесь. За все, что может с вами случиться и не случиться. Это не игра ума, это не стратегия самопомощи для легкой жизни. Ваше физическое и психологическое существование возможно только благодаря тому, что вы имеете способность к ответу. Вы непрерывно отзываетесь на всю вселенную. Хотите вы того или нет? Осознаете вы это или нет? Но это происходит. Если бы ваше тело не отзывалось, вы бы не смогли просуществовать ни секунды. Вам, конечно же, нужен для этого пример. Вы вдыхаете прямо сейчас то, что выдыхают деревья вокруг вас. И вы выдыхаете то, что вдыхают они. Этот круговорот продолжается бесконечно. Знаете вы об этом или нет, одна половина вашей дыхательной системы висит там, на дереве. Вы никогда не осознавали, не испытывали этой взаимосвязи. Вы, наверное, в лучшем случае думали о ней интеллектуально. Но если бы вы испытали это не только интеллектуально, но и физически, эмоционально, разве вам нужно было услышать какой-то совет «сохраняйте природу», «садите деревья», «защищайте леса»? Разве это не было бы просто самоочевидным процессом? Вопрос ответственности — это не какая-то философия, которая должна примирить вас со всем сущим. Это просто пробуждение к реальности, к вашей реальности. Глава шестая. Реактивность, пассивность — это рабство. Ответственность — это свобода. Вы не можете, вы не сможете на 100% контролировать внешний мир. Но внутренний мир полностью под вашим контролем. И для счастливой жизни этого вполне достаточно. Я здесь не собираюсь читать вам мораль. Я лишь хочу просто сказать, что когда вы не контролируете свой внутренний мир, ваш, например, гнев только усугубляет ситуацию, в которой вы окажетесь. Дело в том, что гнев коренится в вашем ложном убеждении. Если вспылить и разозлиться как следует, то можно изменить ситуацию. Но ваш жизненный опыт фердит вам снова и снова, что дело обстоит ровно наоборот. Что вы никогда не можете изменить что-либо к лучшему, отказавшись от здравого смысла и разумного подхода. Вспышки злости только усугубляют любую неприятность. И ясно это увидеть, значит сделать первый шаг к изменениям. Также имеются существенные медицинские и научные доказательства того, что в состоянии гнева вы просто-напросто отравляете свой организм. Это можно подтвердить простым анализом крови. Когда вы злитесь, меняется сама ваша химия, и организм становится токсичным. Тело способно устранить это химическое расстройство только посредством тяжелой физической нагрузки или хорошего сна. И если вы часто переживаете злость и гнев, вы приближаетесь к психической и физиологической катастрофе. Но в этом просто нет никаких сомнений. Ну а на этом все на сегодня. С вами был Артем Порщуков и продолжение вы узнаете в следующей серии.